Здравствуйте! С вами Анна Бальет и программа «Открытый урок». В этом выпуске поговорим о новостях образования, интересных людях и творчестве. Начнем его, как всегда, с новостной рубрики. В образовательных учреждениях нашего городского округа отметили День космонавтики. Гагаринскую неделю лицей номер 14, который носит имя первого космонавта Земли, проводит ежегодно. И на этот раз ребята и педагоги подготовили интересную программу. Открытие состоялось во Дворце культуры имени Валерия Павловича Чкалова. Также в детском саду номер 57 отметили День космонавтики. Давайте посмотрим. День космонавтики. День космонавтики. Желаю вам доброго полета. Я желаю один. Мы желаем вам доброго полета. Я рада вам. Поехали. Его поехали и сегодня звучит как прорыв. А тогда, в апреле 61-го, вся страна следила за миранием сердца, за новостными сводками. Человек в космосе. Советский человек. Первый космонавт Земли. С него началась эпоха. Новая космическая эра развития. О герое Юрии Гагарине заговорил весь мир. И каждый советский мальчишка мечтал хоть немного быть на него похожим. Именно в тот год Человковская школа номер 14, а ныне лицей, с разрешения самого Юрия Гагарина, стала носить его имя. А выпускной вечер 1961-го навсегда остался в памяти виновников торжества, выпускников 14-й школы. На выпускной вечер мы пригласили Юрия Алексеевича в школу. Вот наши ученики 10-го класса. Это была незабываемая встреча. Мы засыпали его массой вопросов. И он нам отвечал на все вопросы. Потом он потанцевал с нашими девочками. Он рассказал нам, как он готовился к полету. Так прошел его полет. Это было торжественно и очень волнительно. Много лет в лицее существует традиция проведения гагаринской недели и посвящения учеников гагаринцы. Во Дворце культуры имени Чкалова космический праздник открывают торжественно, вспоминая моменты, навсегда запечатленные на страницах истории нашей страны и всего земного шара. Мы все вместе переживаем те моменты, которые пережил гагарин, когда облетал Землю. И мы понимаем, как это было важно, потому что он первый прилетел в космосе. Это был именно наш русский космонавт и не просто наш русский, а даже тот, который жил вот у нас на Чкаловской. Мы на этой неделе встречаемся также с его водителем, встречаемся с людьми, которые о нем много знали. И мы понимаем, что он тогда пережил и вообще каким он был человеком. Это важно, это наше прошлое, это история. Ребята с юных лет знают о подвиге советского человека, совершившего полет вокруг Земли. И в детском саду номер 57 «Светлячок» воспитанникам, а также мальчишкам и девчонкам из соседних дошкольных учреждений 19 и 23 детского сада рассказали покорение космического пространства. А 12 апреля 1961 года в космос полетел Юрий Алексеевич Гагарин. Знаете, да? Юрий Алексеевич Гагарин – это наш первый космонавт. Он летал на вот таком корабле. На пути космического путешествия ребята встретились со звездами, планетами, кометами, метеоритами. Им рассказали о героях-первопроходцах космоса, советских космонавтах. Мероприятие прошло в рамках программы сетевого взаимодействия между дошкольными учреждениями и библиотеками «Дети-дети». На этих мероприятиях, во-первых, мы знакомим с космонавтами, знакомим их с историей нашего родного города. Конечно, сотрудничаем мы с детскими садами всегда, но это немножко отличается от нашей обычной работы тем, что здесь задействованы сразу несколько детских садов. Юные воспитанники Светлячка вместе с воспитателями подготовили интересные, яркие концертные номера, песни и танцы, стихотворения и инсценировки. «Дети-дети» Митинская ракета с названием «Восток», он первым на планете подняться к звездам смог. Поет об этом песне весенний окопель, навеки будут вместе в Гагарин и Апрель. Фестиваль-конкурс с весьма космическим названием «Звезды Галактики» вновь прошел в нашем городском округе. В районном культурном комплексе на Гала-концерте побывали и мы, пообщались с артистами, организаторами, гостями, дали об этом и других событиях. В Галактике искусств «Новые звезды» Амалия Косымова, воспитанница эстрадного отделения Школы искусств имени Розума, приняла участие во Всероссийском фестивале-конкурсе «Звезды Галактики» впервые. Начинающая певица и композитор на прослушивании. Она представила композицию в собственном приложении для фортепиано. Номер юной артистки отобрали в программу Гала-концерта конкурса как один из лучших. Когда вышла на сцену, я просто села и сказала себе, Амалия, сделай то, что ты делаешь всегда. И я села, и когда начала играть, я больше ничего не видела вокруг. Я видела только себя, рояль, и я слышала только, как я пела. Звуки пианина в моей комнате, нет ничего и крайне. Во время своего выступления Амалия и не догадывалась о результатах конкурса, впрочем, как и остальные его участники. В этом году их более 400 маленьких и взрослых, начинающих и профессионалов своего дела. Этот фестиваль-конкурс занял достойное место в череде культурных событий нашего городского округа и, наверное, уже не только нашего округа. Замиранием сердца слушаешь и видишь детей на этой сцене. Как много талантов собрал этот фестиваль. В солисты ансамбля, вокалисты, инструменталисты из различных регионов страны представлено 7 возрастных категорий и 8 номинаций. Разнообразие музыкальных жанров, от народных мотивов до джазовых стандартов, от классики до рок-н-ролла. Такая программа не могла не удивить жюри фестиваля, в составе которого профессиональные музыканты, дирижеры и известные композиторы. Высота нельзя, мы идем по солнцу, потому что на рояле, только на горло параллель. Наблюдая за выступлениями артиста, понимаешь, какой сложный выбор стоял в этом году перед членами жюри. Ведь каждый из музыкантов, вокалистов по-своему уникален. Звезды галактики продолжают расширять горизонты творчества. Этот конкурс проходит вот уже пятый раз, третий год на всероссийском уровне, неизменно при поддержке муниципальных властей и Российской академии дополнительного образования. Организаторы фестиваля Олег Павлик и Оксана Шорохова, преподаватели школы искусств имени Розума, с каждым разом стараются внести новшества в программу звезд галактики. Мы двигаемся вперед, мы развиваемся в этом году, ну, начнем с того, что мы расширились. У нас стало больше номинаций. В этом году впервые прозвучали инструментальные номинации солисты, очень много ансамблей. В целом уровень растет конкурсантов, очень порадовали в этом году народные инструменты, было очень большое разнообразие от гуслей, балалаек, домры. И, конечно, самый долгожданный момент награждения участников и преподавателей в представленных номинациях и возрастных категориях были определены дипломанты и лауреаты в трех степенях, но самый главный приз гран-при фестиваля конкурса и возможность запяти музыкальной композиции в студии Galaxy Records. Гран-при третьего всероссийского фестиваля конкурса звезды галактики, куда стоила Амария Хасимова! Амария Хасимова! Конференция «Ноосфера» проходит ежегодно в рамках проекта «Юный знаток природы». В ней участвуют школьники, представляя различные проекты и рефераты на весьма интересные темы. В этом году участвуют 75 ребят. На этот раз в Центре «Романтик» говорят об основе жизни – воде. Ребята в течение нескольких месяцев готовили проекты и доклады, проводили исследования на тему сохранения водных ресурсов. Все последние годы усилия над темой экологии начинают давать практические результаты, по крайней мере, в воспитании наших детей. Прошлый год, мы знаем, был годом экологии, запущены 4 федеральные программы, которые сегодня осуществляются. А вот программа экологического воспитания – это, конечно, основа основ. В основном ребята изучали водоемы своей малой родины. Ученица Гребневской средней школы Любовь Шушурина впервые приняла участие в конференции. Темой проекта «Любы» стали водные источники Гребнева, в частности река Любосеевка, а также Барские пруды. Главное – не победа, а главное – участие. Главное – хорошо выступить и чтобы заинтересовать людей. Я очень люблю ходить по своему любимому родному краю, изучать местность. Меня почему-то заинтересовала очень сильно речка Любосеевка, морские пруды, как, собственно, они появились. Научно-практическую конференцию организовал Центр романтик при поддержке администрации округа. Ежегодно на «Наосфере» ребята представляют лучшие работы, которые заранее отбирает компетентное жюри, в составе которого педагоги центра и других щелковских образовательных учреждений. Она проходит в рамках проекта «Юный знаток природы». Этот проект уже более 10 лет в нашем районе реализуется Центром романтик. И это экологический проект, и дети с удовольствием в нем участвуют. Программа же конференции включала в себя выступления не только ребят, но и студентов вузов, а также педагогов. Так, о состоянии водных источников планеты, важности бережного отношения к жизни на необходимым ресурсам участникам конференции рассказал децент кафедры физической географии, природопользования и методики обучения географии Московского областного университета Денис Васин. Он представил доклад «Вода как стратегический государственный ресурс». Россия – страна богатая водными ресурсами. У нас 12 морей, у нас 60 тысяч километров границы, в том числе и водные, и многие из них проходят по водным объектам. О том, что нужно бережно относиться к природе, знают все. И здесь важно не просто в теории изучать состояние экологии родного края, но еще и практически применять свои знания. Не засорять водоемы и леса, а помогать в их восстановлении. Я верю, что дети с уважением относятся к окружающей среде, в данном случае к воде. Но если дома воду мы не экономим, если дома мы не закрываем кран, если дома у нас капает, мы не следим. Если у нас даже не везде еще стоят счетчики учета воды, к сожалению, то и дети не будут к этому относиться серьезно и глубоко. Мужество Мужество. Особое качество личности, которым обладают немногие. Это способность в экстренных ситуациях проявлять волю, твердость и решительность. Именно для развития этого качества в школах проводят военно-патриотические мероприятия. Одно из таких – урок мужества и отваги. Состоялось оно во Фряновской второй общеобразовательной школе имени Алексея Бесчастного. Военно-патриотическое воспитание в нашей школе – это одно из направлений, из главных направлений. У нас очень замечательные помощники. Это представители Ассоциации ветеранов подразделения «Альфа». У нас замечательные помощники, представители боевого братства. На уроке присутствовали ученики школы и юно-армейцы. Среди почетных гостей – генерал-лейтенант в отставке Борис Овсянников. Он родился в январе 1937 года в Сталинграде и смог рассказать детям о боях за этот город, о своем военном детстве, жизненном пути, а также пожелал ребятам в будущем стать настоящими защитниками Родины. Для того, чтобы быть крепкими, надежными защитниками нашей Родины, нужно этого достигнуть. Оно само не приходит. Физическая подготовка, все остальные предметы, которые вы изучаете, должны быть только на отлично. Самое главное – это любить свою Родину. В школе номер 10 прошел День памяти, посвященный Андрею Юбко, погибшему при исполнении служебного долга. Такие мероприятия важны для молодого поколения, которое должно помнить и знать своих героев в лицо. Андрей Юбко в свое время окончил Щелковскую школу номер 10. Он прошел Афганистан, а в 1995 году от Щелковского ОВД в составе сводного отряда Московской области был откомандирован в Чечню. В районе населенного пункта Самашки он эвакуировал экипаж подбитого боевиками танка и принял огонь на себя. Экипаж был спасен, а вот Андрей получил смертельное ранение. Герои посмертно наградили Орденом Мужества и навечно зачислили в списке личного состава Межмуниципального управления МВД России «Щелковская». Теперь вот уже который год подряд бывшего выпускника в стенах его родной школы вспоминают с гордостью и слезами на глазах. Ах, мой сынок, на какой из чужих дорог Станет сердце твое на снегу, я молитвой тебе помогу. Стараемся, чтобы в этом мероприятии обязательно принимали участие ребята, ученики школы, где учился Андрей, конечно, родители, конечно, ветераны, конечно, действующие сотрудники патрульной постовой службы, там, где служил, проходил службу Андрей Юрко. К Андрею я испытываю чувство гордости, поскольку я собираюсь в будущем посвятить свою жизнь служению Родине, хочу стать офицером, и я несомненно горжусь его поступком. В завершении мероприятия его участники возложили цветы к мемориальной доске, которая установлена в школе. В 75 лет Щелковская детская музыкальная школа открывает мир искусства своим воспитанникам. Этот юбилей учреждение отметило по-особенному, торжественно. В районном культурном комплексе прошел гала-концерт, к нему преподаватели и учащиеся готовились долго. На занятия, а также на сам концерт заглянул и открытый урок. В этом здании на Парковой улице с утра до позднего вечера не утихают звуки музыки. И так продолжается уже много лет. Щелковская детская музыкальная школа за годы своего существования выпустила порядка 5000 мальчишек и девчонок. Более 300 стали профессиональными музыкантами. И сегодня в этих стенах продолжают воспитывать юных дарований талантливые педагоги. В этом году музыкальная школа отмечает свое 75-летие. За годы своего существования она несколько раз меняла место расположения. Впервые школа распахнула двери перед юными музыкантами 75 лет назад в Чкаловском, а именно в здании жилкомбината. Позже открывается небольшой филиал в 14-м доме на улице Пушкина в Щелкове. А вот на Парковую 27 удалось переехать в конце 90-х. С тех пор здесь проходят занятия. Ребята занимаются также во втором корпусе школы в микрорайоне Чкаловский. Да, менялось многое, но неизменными оставались заложенные традиции. Сохраняется и преемственность поколений. Многие выпускники теперь работают здесь преподавателями. Немало тех, кто трудится целые десятилетия, передавая свой опыт, развивая в ребятах музыкальный вкус, воспитывая их в лучших традициях отечественной музыкальной культуры. Алексей Шмелев, почетный гражданин Щелковского района, руководит учреждением более 35 лет. Он и сам ее выпускник. Русская музыкальная классическая школа, она была и остается одной из лучших в мире. И терять ее не то, чтобы не хотелось, мы просто не позволим. И мы будем всеми фибрами бороться за то, чтобы ребята приходили и сначала начинали учиться на классических инструментах, на фортепиано, скрипке, но я не буду перечитать все. Потом уже они перейдут на синтезатор, на какие-то неживые звуки, но они уже знать будут, что такое музыка, что такое музыкальная форма, что такое фраза и что такое любовь, что самое главное, что прививает музыку. Отчетные концерты Щелковской музыкальной школы – это добрая традиция. В юбилейный год концерт прошел по-особенному торжественно. Были представлены лучшие номера. Детского сверху салют, мир вашему дому. Солнце в окне и уют, мир вашему дому. Ваши поют золовьи, веры, надежды, любви. Мир вашему дому. Мир вашему дому. Мир вашему дому. Мы поедем, мы помчим, создавали, как утром раним. Ты вошел на мой лес, я вас не знаю, ною. Ты узнаешь, что нам просто называют селектрайник. Ты увидишь, что он без крайней, я тебе не покорю. Выходя на эту сцену, испытываю тревогу и волнение. Почему? Потому что не всегда в этом зале можно увидеть такое количество людей, которые пришли по зову сердца и души, чтобы поприветствовать и поздравить тех, кто им очень дорог. В этот день в зале районного культурного комплекса не было свободных мест. Разнообразие жанров – от отечественной и зарубежной классики до современных композиций. Вот так артисты вновь демонстрируют свои умения и уровень профессионального мастерства, полностью завоевав внимание зрителей. Искусством обутано все вокруг. А здесь за кулисами, буквально в двух шагах от сцены, ощущается особенная атмосфера. Атмосфера, созданная людьми, влюбленных в искусство. Сегодня Щелковская музыкальная школа – одно из ведущих учреждений дополнительного образования региона. Ее воспитанники являются лауреатами и дипломантами районных, межрегиональных, областных, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. Новый мир открыла для нас школа. Я так рада, что именно в эту школу мы попали. Сучка. Да, и такая гордость переполняет за преподавателей, особенно за преподавателей. Нам очень повезло. Каждый день встречи с прекрасным. Обязательно планируем закончить эту школу. Я вспоминаю те теплые моменты, которые были тогда, когда мы ездили вместе, выступали. Впечатления были незабываемые. Музыкальная школа оставила неизбладимый след в нашей жизни. Если ты занимаешься этим уже на протяжении всей своей жизни, ты понимаешь, что тебе это нравится. Вот все греби, вот силен, вот все сорок верится. Ты сиди, поглядывай, на меня поглядывай. Творчество музыкантов, преподавателей, воспитанников и выпускников школы не оставило равнодушным никого из присутствующих. А появление в финале оркестра тембровых гармоник и сводного хора вызвало шумные овации. Музыкальная школа Сегодня мы говорили о новостях образования, интересных людях и творчестве. И на этом наш выпуск подходит к концу. С вами была Анна Балиет и программа «Открытый урок». До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok